Новости на Дону Трофы в Ростове будут известны к 19 апреля. Их озвучит Межгосударственный авиационный комитет, пишет ТАСС. Ранее там сообщили, что Боинг на момент взлета был исправен. По результатам предварительного анализа информации бортовых самописцев, к настоящему времени не выявлено каких-либо отказов систем или агрегатов самолета. Самолет имел действующий сертификат летной годности. Проходил необходимое техническое обслуживание. На Дону готовятся к сельхозпереписи 2016. О проведении регионального этапа корреспондентам телеканала Дон-24 рассказал министр сельского хозяйства Константин Рычеловский. Начнется она 1 июля и продлится месяц. Федеральный бюджет выделил местным властям около 60 миллионов рублей на спецоборудование и зарплату переписчикам. Компания по подготовке уже на, можно сказать, на финишной прямой. Нам предстоит переписать 600 тысяч объектов сельскохозяйственных. Для этого подготовлены полторы тысячи переписчиков. Ну и вся такая организационная работа. Также на заседании подвели итоги госпрограммы развития сельского хозяйства за прошлый год. Положительная динамика заметна в растениеводстве и животноводстве. В Ростовской области все больше ценят призывников с высшим образованием. Это связано с вооружением войск. Все больше новой современной техники поступает в части и нужны специалисты. Об особенностях весеннего призыва корреспондентам телеканала «Дон-24» рассказали военный комиссар области Анатолий Трушин и замгубернатора Вадим Артемов, который добавил, что в этом вопросе область входит в пятерку лидеров. Традиционно Ростовская область всегда удерживает передовые позиции в Российской Федерации по качеству подготовки призывников на военную службу, по организации учета призывников, ну и, соответственно, по организации призыва. Также Вадим Артемов подчеркнул, что немалое значение в этом вопросе играют представители казачества. Казачьи образовательные учреждения расположены в 43 муниципальных районах и городских округах области. В них обучаются более 30 тысяч человек. Существует шесть кадетских корпусов, а также кадетские классы. Они открыты в 130 школах области. Кстати, в этот призыв от казаков на службу отправляется 300 человек. Донской туризм будет прибыльным для региона. Об этом говорили во время открытия 19-го международного фестиваля туризма «Мир без границ», который сегодня открылся в Ростове. Как рассказал корреспондент у телеканала «Дон-24» замгубернатора области Юрий Молодченко, сейчас для развития внутреннего туризма открылась уникальная возможность, и ею нужно воспользоваться. Сегодня всего 1% занимает доходов создания внутреннего регионального продукта туризм. Хотя я уже сказал, что в развитых странах это до 10%. И мы, конечно, ставим перед собой амбициозные задачи в ближайшие 2-3 года сделать туризм одной из очень значимых частей дохода нашего консультированного бюджета области. В Ростовской области есть уникальные места для событийного туризма. По словам туроператора Татьяны Дощенко, у них очень много авторских и эксклюзивных туров, как по Ростову, так и по Донскому краю в целом. Гостям предлагают не только увидеть достопримечательности, но и принять участие в дегустации. Эксклюзивный винный тур, винными дорогами Дона в рамках винного кластера Ростовской области. Очень интересный тур, потрясающие винодельни современного уровня, великолепные виноградники, хорошее размещение. Деловые вопросы, связанные с развитием туризма, говорят во время совместного заседания Межведомственного координационного совета по туризму области и Координационного совета Ассоциации Юг по развитию курортов и туризма. Фестиваль «Мир без границ» – традиционное мероприятие для региона, которое также является крупнейшим туристическим выставочным мероприятием на юге России и Северном Кавказе. На Дону готовятся к весеннему дню древонасаждения. Он традиционно пройдет во вторую субботу апреля, сообщают при службе области. В Минприроде области уже создана рабочая группа, определяют места посадки деревьев и кустарников. Отдельно готовятся к празднику лесное хозяйство области. Они заготовили 216 саженцев, сеянцев и кустарников 20 видов. Высадить планируют тую, можжевельник, дубка, штан конский, акацию белую, березу, орех грецкий, липу, боярышник, клен, сосну, рябину и другие древесно-кустарниковые растения. Напомню, что традиция городского весеннего праздника древонасаждений была возрождена на Дону несколько лет назад. Решением губернатора празднику присвоили областной статус. А с 2014 года решили проводить день древонасаждений два раза – весной и осенью. Об ухудшении погоды предупреждают донские спасатели. По прогнозу гидромедцентра с 1 по 3 апреля на территории Ростовской области ожидается усиление ветра с порывами до 27 метров в секунду. В устье Дона может произойти ветровой нагон воды. Не исключены подтопления прибрежных территорий, обрывы линий электропередач, падения деревьев и слабо укрепленных конструкций. Жителей просят быть осторожными, при необходимости не выходить на улицу, не парковать автомобили в пониженных участках местности и под деревьями. В чрезвычайных ситуациях звонить по номеру 112. Эти и другие новости читайте на нашем сайте don24.tv, телефон редакции 200, ровно 0849. С вами была Анастасия Челакьян, служба информации, радио ФМ на Дону. И о погоде. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Ростове ночью плюс 9, завтра дождь 11 градусов тепла. В Сальске ночью плюс 8, завтра тоже дождь и 15 выше 0. В Чертково ночью и завтра дожди плюс 10. И о маленькой погоде. В Хуторе Долгий, что в Мартыновском районе Ростовской области, ночью плюс 7, завтра плюс 13. Ясно, вечером возможен дождь плюс 9. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова